В Карском море нашли атомный реактор подводной лодки, отряд «Центр Спас», а что его искать, они знали местоположение, это они мониторят, это чушь, вот на всех каналах нашли они реактор подводной лодки К-19. Тут карта опубликована, всех этих реакторов они есть и все мы знаем, что, прекрасно знаем, что захоронено в море согласно реестру, а причем он не полный, помните дяденька был там какой-то капитан-лейтенант бывший, потом стал журналистом, а потом опубликовал карту со всеми объектами, вот такие такого рода радиоактивными, которые захоронены и в Тихом океане, и в Северном поле. Ледовитом, сколько он там лет получил, что-то безумное количество, его еще при Ельцине в тюрьму погнали, да, вот, и сейчас официально в реестр входит 24 тысячи объектов радиоактивных, можете представить, 24, ну, а, кстати, и химических веществ, и боеприпасов, извиняюсь, радиоактивных там 17 тысяч, 17 тысяч, вот, и что можно сказать, по этому поводу меня спрашивают, там, по поводу обнаруженного этого, ну, вот они съездили, они вам показали, что они один отмониторили объекты, но если их 24 тысячи вместе с химическими объектами, и 17 таких, если там в этой, в, на новой земле, да, как она, новоземельская впадина, находится 1200 радиоактивных объектов, только в одной впадине, можете себе представить, ну, как они их все отмониторили, вот, помните, да, насчет мониторинга, в 19-м году, в июле, норвежская исследовательская группа мониторила, что происходит с подводной лодкой комсомолец, помните, в Норвежском море затонул комсомолец, ну, так, как это рядом с Норвегией, им нужно было там понять, что происходит, ну, и что там происходит, в 100 тысяч раз радиация превышает норму, в 100 тысяч раз, а в районе, вот, я прям читаю отчет, вентиляционной трубы реакторного отсека в 800 тысяч раз превышает, то есть, если туда подплыть, к этому образно, да, вот, ну, туда не подплывешь, там, глубина-то нормальная, вот, ну, предположим, да, 800 тысяч раз, ну, все так, там сразу же озябнешь прям, даже если, если там глубина была небольшая, и говорят, ну, это пока нормально, пока вроде, пока нормально, 800 тысяч раз превышает радиоактивный фон, естественно, и превышает фон, ну, это нормально, офигеть, как нормально, вот, крупные ядерные могильники и подводные лодки, вот так они выглядят, видите, вот, три подводных лодки затоплены, атомных, советских, а вот это вот, все остальное, это ядерные могильники, это там, в Арктике, нормально, да, так что, ну, понятно, что этих объектов огромное количество, да, и от них еще мы геморрой дождемся, потому что никто, изымать их не собирается, да, то есть, это вот, так называемый АЯТ, да, отработанное ядерное топливо, и РАО, то есть, радиоактивные отходы, вот так они называются, они там везде валяются, где только можно, а кроме них еще валяется сдяв, то есть, сильнодействующее ядовитое вещество и химическое оружие, тоже в большом количестве химическое оружие, вот, можно примеры привести, в частности, вот, хотел показать, так, так-так-так, химоружие, вот, карта Балтики, карта Балтики, в течение 46-47 года захоранивалось химическое оружие, немецкое химическое оружие было захоронено, то есть, если на чистое, потому что оно там в бомбах, в бочках и так далее, если все это брать врутто, то это 300 тысяч тонн, а если это нетто, то есть, чисто оружие химическое, то есть, 60 тысяч тонн, 65, что ли, и так далее, и вот, они захоронили и англичане, и Сталин, да, захоронили в Балтике, то есть, вот, в двух районах, это, в Балтике находится советское химическое оружие, 30 тысяч тонн около острова Барнхольм, и 2 тысячи тонн находятся к западу от Лиепаи, да, ну, и кроме всего прочего, да, там, я говорю, англичане затопили корабли, и внутри этих кораблей находится химическое оружие, и вот российские всякие гидрологи, химики, ну, мы их всех хорошо знаем, этих химиков, да, которые там травили народ, да, потом новичком, потом получали условные сроки, да, вот, они рассказывают, что в этом нет ничего страшного, что там такие газы, как табун, фосген, и так далее, они уже растворились, потому что, ну, упаковка уже давно разлетелась, а вот все остальное, оно там как-то такое, не размывающееся, хотя, понятно, что, если там люизит, а его там дофига, да, в люизите мышьяк, то мышьяк вообще никуда не девается, то есть, мышьяком отравится все, но химики утверждают, что ничего не будет, это будут микроконцентрации мышьяка, какие микроконцентрации, с ума сойти, 60 тысяч тонн, ну, даже, предположим, там, 10 тысяч тонн этого мышьяка, да, ну, представьте, это можно отравить все, что угодно, ну, понятно, у кого они берут деньги, да, и рассказывают то, что они должны говорить, и все остальные, кстати, государства с этим соглашаются, там же сидят, может быть, там не такие страшные бандиты, как Путин, но тоже бандиты, поэтому, они тоже согласны, что не в этот раз будем что-то там изменять, да, потому что, ну, как бы это, и много таких вещей находится сейчас в морях, океанах, да, мы знаем, что химическое оружие, так вообще есть оставленное химическое оружие, там, американцы в Панаме перерабатывают, все, французы только что не могут собрать все химическое оружие по всему миру, есть химическое оружие, которое сбросили в Черное море, то есть, по документам сбросили 1500 бочек, да, а найдено только 500, причем напротив Ласочкиного гнезда, там 20 бочек с льюзитом, как раз они все дырявые, из них вытекает мышьяк, напротив прямо Ласочкиного гнезда, и вот там сидят, рассуждают, ну, наверное, это не сильно отравит, ну, вот там есть какие-то рыбы только наедятся, а потом люди наедятся, вот тогда может быть что-то, блядь, что за бред вообще, кроме всего прочего, помимо химического оружия, которые в морях и про которые говорят, что оно абсолютно безопасно, да, огромное количество ядерного оружия, хоть не только радиоактивных отходов, но и ядерного оружия, и я когда помню, Лебедь был в Советном Безопасности, командовал, да, так вот он рассказывал, что даже нет, еще раньше, да, еще раньше, в Воронеже мы когда встречались, он рассказывал, что 3400 ядерных снарядов остались в Азербайджане, 3400 ядерных снарядов, можете себе представить, до сих пор никто не может ответить, а дальше-то они куда делись, ну, а у Алиева они остались, эти 3400 снарядов, а дальше, ну, там говорят, нужен специальный ключ, и нужно выставлять специальный там код, и если код не выставил, один раз промахнулся, то все, снаряд нужно отправлять на завод-изготовитель, там снаряды вот такие, ну, там что, ни ножовки нет, чтобы достать радиоактивный материал, достать все, что внутри, и затеять ядерную бомбу, такой же снаряд, только уже самодельный, конечно, есть, потом огромное количество, ну, не огромное, а как было тоже сказано, кстати, Лебедем, он сказал, несколько устройств ядерных утрачено, промышленных, вот я вам покажу, что такое промышленные ядерные устройства, так, 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 вот так они выглядят, ядерные взрывные устройства, но это для того, чтобы производить промышленные взрывы, всего промышленных взрывов, если вы помните, на территории Советского Союза было 165, я уж не помню, в общем, короче, да, 160 там с чем-то ядерных взрывов, и вот такие вот штуковины эти взрывы производили, так вот, если ядерное оружие крупное, да, все было учтено, снаряды куда-то пропали, то вот эти вот штуки тоже не все как бы остались, то есть, где-то они гуляют, и вы понимаете, что это достаточно мощные вещи, которые там и 15 килотонн есть, и 7,6 килотонн, вот из того, что я вам показал, то есть, можно город взорвать совершенно спокойно, и никому дел нет, обратите внимание, что происходит в мире, да, в мире происходит неспокойно, я бы сказал, мягко говоря, а, ну вот, напоследок, да, чтобы было понятно, что мы знаем очень мало, не все, помните фильм этот, спрут, да, ну, с Микеле Плачета, и концов какая, там даже мафиози охерел, потому что захотели захоронить, где-то в Теренском море, захоронить хотели ядерные отходы, или там, химические отходы, я сейчас и не помню, химические, да, или, и он дал своему команду, Сантуццо, Сальери, там, чтобы этот Сантуццо всех сдал, хотя это нельзя, для мафии невозможно, но, но предпочел это сделать, потому что, то, что делают политики, это просто от нас, и вот, интересное сообщение было в девятом году, я помню, тогда очень заинтересовался, потому что оно совпало именно с фильмом, на дне Теренского моря, в 14 милях от побережья юга Италии, найдено затонувшее судно длиной 120 метров, никто не знает, что такое судно тонуло, но его нашли, с пробойной в районе Кормы судно было осмотрено с помощью подводного электронного видеоробота, через пробойную видны большие желтые бочки, заполнившие триумф, командование ВМС Италии сообщило, что в этом районе официально не числится никаких кораблей, затонувших в результате военных действий, или потерпевших крушений из-за природных катаклизмов, при этом координаты находки совпадают с показанием раскаившихся мафиози, сообщивших прокуратуре о попытке калабрийской мафии скрыть свои операции по транспортировке радиоактивных отходов, сценарий фильма, того самого, который был в 80-е годы, только в 2009 году, видите, а сколько мы знаем, сколько таких мафиози, сколько мы не знаем, не раскаивалось, поэтому, когда говорят, что там все в порядке, бояться нечего, нифига себе нечего, вот такие подарки оставляются, представляете, и эти подарки скоро вскроются, потому что эти бочки не вечны, они очень недолго хранятся, не надо, не пугайте детей, а что пугать детей, мы должны понимать, что мы должны взять в руки власть везде, потому что нас, блядь, отравят, нас заколют, нас загонят под лавку, с нами сделают все что угодно, независимо ни от кого, да, вы понимаете, независимо какой мы национальности, когда кто-то говорит, вот какую-то там национальность не тронут, херов как дров, тронут всех, до всех докатится колесо, поэтому единственный путь у нас единственный, кибернародовластия, нет другого пути, поймите, нет другого пути, во всех остальных ситуациях все будет херовом. Субтитры создавал DimaTorzok